Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвель Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем нашу мрачную сказку под названием Брэмбл. Будь здоров, Олли чихает, понимаете? Посмотрите на него. Мы все в грязи. Холодно, простужены, болеем, но все равно нужно идти искать сестру. Ну что, я посмотрел, когда загружал игру, в какой главе мы находимся. Оказывается, главы идут одна за другой. Просто в этой игре реализован вот такой вот безотрывный геймплей. То есть не разбивается он на главу, как обычно у нас принято. Глава 1, глава 2, глава 3. Нет, оно просто делится там автоматически. А мы с вами получаем целостную историю, в которой сейчас и находимся. Вот, например, сейчас у нас глава, которая называется «Чумная деревня». Сразу вот интересно, где тут деревня, но мы в ней находимся прямо сейчас. Поэтому нет, это не первая глава, как я думал, когда проходил, когда записывал первую серию. Это уже мы с вами далеко забежали. Ну да, мы грохнули много боссов, повидали много ужасов и кошмаров. И вот теперь идем, наверное, в чумную деревню, в ту самую, попытки найти хоть какие-то зацепки, где может находиться наша сестра. Вон, смотри, что творится, все горит, все пылает, еще ногу, не хватало нам сломать. О, нормантель побежал. Вправил, наверное, а то еле шел. А теперь нога вправилась. Это не мы хоть это все сожгли, подожди, а то, по-моему, что-то вот тут дымится. Хотел погреться, у костерка не вышло. О, тут можно поднять камеру, наконец-то, чуть-чуть. Это совсем нам не давали смотреть сверху на события. Это я поднял уже камеру. О, опять музыка. Пипец. Я думал, это люди стоят там вдали. Смотрите. Всех повесили. И все женщины. Это не матери? Из нашей прошлой сказки. Которая так завершает свой ритуал. А детей отправляют, сами знаете, куда, на дно озера. Да, сказка очень суровая. Все тлеет, все горит. Убитая лошадь. Какая телега. Вот опять жертвы. Белых платьев. Помните, мы белое платье видели сами в доме ведьмы? Блин, какая жуть. О, еще песня такая, да? Мурашек прям. Мурашек прям. Вот эта самая деревня. Да, Оля, тебе не позавидуешь. А вот и гора рядом с этой деревней, видите, нам надо к горе пройти, но перед ней стоит деревня. А дорога к деревне вот такая вот, жуткая, вот так она украшена. Телами девушек. Ну, теперь это похоже на деревню, тут я уже не могу камеру поднять, тут я только смотрю себе под ноги. Нилсхульт. Добро пожаловать. Блин. Это что, труп какой-то опять валяется? А это что такое? А, это для пыток. Хо, пипец, и тут кто-то сидит. Тут всех, короче, убили. Смотрите, рука где у нее. Б. Я пальцы разжимаю по очереди, ужас. Я пытаюсь, но у меня же не хватает рук-то. Ручка здесь оказывается. Ну, ну подожди, ручка эта откроет нам дверь, что здесь за книга. Это не книга. Нам здесь не книга, интересно. Что нам тут интересно? А к чему это вот это вот? Может, с другой стороны зайти? А, с другой стороны не могу зайти, только с этой. Вот, в некоторый момент не понимаю, вот как бы, если есть подход к этой книге, к чему? Ну, только нельзя ее прочитать. Нет, ну, по взаимодействию. Она-то есть, может быть, здесь и история этой деревни описана. Но книга не активна. Блин, а кто здесь? Почему ее... Замучили? Что здесь написано? Приблизить не могу. Ладно, давай. А, здесь ключ какой-то. Вот здесь можно взаимодействовать. Видите, я взял ключ сразу. Положил в карман. Здесь нет. Странно это все. Очень странно. Ну, ладно, давайте открывать дверь. Если она не встанет, то все будет хорошо. Нет, не встала. Вообще баррикады какие-то. В этом доме кто-то пытался баррик... Ёперный театр, смотрите, зомби. Вот, зомби нам только еще не хватало. Чумная деревня, зомби-апокалипсис здесь произошел. Охренеть. Так, нам, наверное, прятаться нужно. Нужно же сожрут сразу же, моментально. И они активные, они немедленные. Это не как в резиденте. Мне надо вон туда. Я тут не пройду, тут сортир есть. Мне их отвлечь, наверное, как-то нужно. Подожди, а вот здесь есть... Вход? Нет? Нет, это не вход. А как же я его отвлеку? Эй! Не шуми. Пипец. Просто он улечен поеданием плоти, и поэтому нас не тронули. Пока что. Там еще куча просто мертвецов, смотрите. Ну, они теряют из виду, если ты прячешься. Домики помечены крестиками, значит, там чума была. Это не чума, это был зомби-апокалипсис. Они же меня не видят, смотрите. Все ко мне спинами, да, стоят? Вроде бы да. Окей. Так, тут прячься, тут, наверное, кто-то выпадет сейчас. Смотрите, в доме, на доме свеча нарисована. Что это значит? Что значит, что здесь кто-то есть? Какая-то бумажка. Книга. Давным-давно стояла рядом с большим лесом мирной деревни. Но однажды в полнолуние людям стала являться красивая женщина с длинными темными волосами, которая скрывалась в ночной тени. Мужчины один за другим следовали за ней в лес. Некоторые из них так и не вернулись, а те, кто вернулся, сошли с ума. В конце концов, жители деревни потеряли терпение. Они начали ловить всех молодых темноволосых женщин и судить их за колдовство. Так уж сами, темноволосые. Они казнили ведьм в надежде найти ту самую, но мужчины продолжали исчезать во время полнолуния. Отчаявшиеся жители деревни сожгли добрую часть леса в надежде найти эту самую красавицу, но безрезультатно. Когда они лишились разума, они убивали собственных матерей и дочерей. Они сожгли еще часть леса, который давал им пропитание. Однажды ночью, когда луна сияла ярче всего, пятеро смельчаков решили взять дело в свои руки. Они надели плащи и отправились в выжженный лес на поиски темноволосой женщины. Через некоторое время они увидели ее на поляне. Мужчины были мгновенно очарованы и последовали за ней самую чащу. Она была оборотнем, который заманивал мужчин, принимая желанный им образ. Но когда они подошли достаточно близко, чтобы ее коснуться, она превратилась в чудовище. Мы ее увидели. Это босс был. А мужики висели на деревьях. То есть нам история рассказывается уже после того, как мы ее убили, да? Та самая, ну, последний поединок прошлой серии в конце. Фу! Вот она. Она вскрыла их грудные клетки, подвесила на деревья и вытянула странную энергию и все еще бившийся сердец. И больше их никто никогда не видел. Никто никогда не видел. Пипец. Мы ее грохнули. А это что за письмо? Нельзя взять. Цвеча. А что тут делать? Я, кстати, не могу сделать ярко здесь. Такая, что это? Что-то нарисовано. Ну, вроде как свеча. Ну, или дом. Ну, значит, это просто, чтобы узнать историю того, что произошло... что произошло... здесь. Да, мне дальше надо идти. Пипец. Посмотрите, сколько зомби. Ну, удачи. Там птицы. Птицы тебя выдадут, наверное. Тихо. Птицы, скорее всего, выдадут. Ну, куда же здесь идти? На помост. Помост тоже тебя сожрут. Сюда. Тут можно отсидеться. Но птицы не спугнули, поэтому можно пройти теперь, да? Хотя можно было сейчас перелезть, если бы... Ну, да, можно перелезть. Жесть, они видят тебя. Охренеть просто. Ну, если ты встаешь, они сразу тебя видят. Ну, пусть все усядутся. Хотя, по идее, я могу перепрыгнуть сейчас. Быстро пробежать и запрыгнуть. Пока они оббегут... Вон там я не запрыгну, они меня сожрут. Давай, 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 давай. Хе-хе-хе. А, неплохо я прыгнул. Почти удалось, да, сбежать. А где я буду сейчас? Ой, хорошо. По идее, если хорошо прыгнуть, то можно успеть сделать это. Давай, пробуем. Есть, есть, есть. Мне хреново с прыжочкой. О, так умрите все, твари. Эй, я здесь. Фух. Удалось. А что со светом? У меня он не взрывается больше. Нет взрыва света. Намок, что ли? Снова какие-то метки. Там свет горит. А тут смерть. Я засмотрелся просто. Вот в доме свет горит. Вот, смотрите. Прямо здесь. Такое ощущение, что сюда можно залезть. Да нет, вроде бы. Ладно, пойдем по сетке. Такая туманная деревушечка. Блин, да тут это уже есть. Присядь. И как мне их тут обнаружить? Мам. Все, съели. Как в резиденте доедает. Один в один. Ну и что мне делать с ним? Вон он стоит. Свет нельзя включать. На свет реагирует. Понятно? Как я без света его обойду? Пипец. Что здесь? Я не вижу. Я на ощупь пробую. А, вон за ним, наверное, ступень. Да, лестница за ним идет. Пока не наткнись на него. Да. Ступень здесь. Реагирует сволочь на свет. А, вот теперь и свет. Смотрите, бабка стоит какая-то. Вы видите бабку? Вон, вдали. За мной наблюдает. Охренеть. Там, где зомби были, откуда мы только что пришли. Вот, жуть пошла. Можно же не увидеть было ее. Теперь еще страшнее стало. Пупеть просто. Еще и зомби в темноте. Вообще класс. Вот, что горело. Дом вот этот горел, чертов. Опять дверь заблокирована. Чем? Снова надо что-то подбирать в котел. Ох, ладно. Это пятиугольник. И, возможно, два креста. Так, что здесь у нас? Это у нас крест один. Да, берем. Это у нас круг не берем. Тут два вроде бы. Тоже ведьми на жилище. Какая-то опять начудилась здесь зомби. В зомби всех превратила. Это квадрат. Вот, пятиугольник добавляем. Так, еще мне нужен какой-то крест. По-моему, вот этот. Даже плюсиком, наверное, сойдет. Оно в соедении. Подойдет, нет? Да, подойдет. Плюсик подойдет. Пятиугольник. Маленький плюсик и большой плюсик. Так, тут ничего уже нет. Беру. Добавляю в смесь. Добавил. Вроде бы должно сработать. Японский бублик. Там что? Три кружочка я вообще еще не видел. Треугольник, квадрат и... Ой, тромб и квадрат. Так, три кружочка, наверное, здесь были. Тут не рассмотрел, наверное. Внизу три кружочка, да? Да, три кружочка здесь. Смесь. Треугольник. Хорошо, что порядок хотя бы не... Не важен. Проверим в порядке собирать. Это маленький крестик, да? Это квадрат... Нет, круг не нужен. Круг не нужен. Давай здесь. Так. Это я не вижу, что... Ромб нужен. Что там у нас? Треугольник. Квадрат. Квадрат теперь нужен. Во. Теперь оно. Это мы уже четыре ингредиента добавляем. Very good. Не стали нас добивать с пятью. Все, мы вышли. Дверь какая-то, которую можно пануть, слышите? Странно. Фонарики. Лужа. Но я в лужи не наступаю, чтобы не... Утонуть. А вот еще одна помеченная дверь свечой. Ну, собственно, больше некуда идти. Блин, за нами кто-то смотрит в окно. Это жутко. Это схема деревни, да? Это ключ от той двери. Да, это теперь ключ от той двери. Жутики, да и только. Сейчас тутовы вывалятся, посмотрите. Нам не дадут так просто отсюда выйти. Нет! Ты утонешь в лужи, я знаю. Я тебя туда не пущу. Вон, трупы валяются, их не увидел. Должны открыть. Открыли. Так, сетка. Сетка, понятно, по ней полезем. А вот тут что делать? Я не знаю, прыгать? Кровища повсюду. Это что за точка? Ох, сейчас вытащим что-то. Зачем мы это сделали? А на внизу что-то должны открыть? А, вверх наверное залезет. Да, вверх залезет. Чисто подъемник. Ну, лифт. Так, прыгай сюда. Наверное. Стой, присядь, присядь, присядь. Во, мы прошли дальше. Видишь? Шикарно. Тут мы уже на воде находимся. Дома на воде. То есть, часть деревни, которая на суше была. А вот, кстати, тоже лезть надо. Минутку. Сначала в дом. Часть деревни, которая на суше, мы с вами прошли. Тут валяется какой-то мертвяк. Но они везде валяются. Что пишут? Нож вижу. Тут цветок. Чувака свернутая шея. И рядом нож. То он вырезал этим ножом. Хотя это не шея свернутая, это шапкой накрыт. К чему это нам? Так, тут, наверное... Да могу и упасть. Ну ладно, давай. Давай попробуем слезть. Можно зацепиться, если давить в нужном направлении. Я всегда хочу еще посмотреть. Вроде бы ничего. Ничего. А зачем сюда спуск? Или это наслышает, если ты упал, да? Я думал, тебе конец. Нет, живой. Ну и хорошо. Так, это крайний домик. Мы должны пройти через него. Сквозь него. Еще кто-то сидит мертвый. Прям за стол... Крысы? Прям за столом и руку куда-то засунул. Что ты делаешь? Обалдеть. В руке у нее что? Опять пальцы разжимаем. Офигеть. Вот занятие классное. Ключ. Взял. Ужас. У трупов ключики отжимаем. Все, мы вышли. Хотя можно опять зайти. Еще одна... Дверь или дом со свечой. Третья уже. Здесь тоже хозяева валяются возле него. Зомби пока не видно, но это пока. Тут кого-то сожгли. Сюда можно выбраться. Здесь история, наверное, мне кажется. Можно дальше идти. Тут уютненький домик, в отличие от остальных. Но, правда, мертвецы все те же. Да, книга есть. Сейчас попробую не наступить на владелицу книги. Это, наверное, про эту деревню, да? Дорогой дневник, я так его люблю, что даже не могу описать. По-моему, он тоже меня любит. Это история одной любви. Наша деревня до сих пор пытается оправиться от темных времен, но, по крайней мере, мы с любимым живы вместе. После ужасной охоты на ведьм, мы думали, что нам больше ничего не угрожает, что мы будем жить мирно, но потом в нашу деревню пришла чума. Да, это про деревню. Похоже, чума — это какое-то наказание за наши грехи. Может, мы заслужили это? Люди говорят, что видели ночью старуху с граблями. Я ее, кстати, тоже видел. Мимо какого-то дома она не пройдет, все внутри заболевают. Надеюсь, ко мне домой она не явится. Блин, мы ее тоже видели с этими граблями. Видели же, да? Тоже в руках. Я думал, это коса, я думал, это смерть. Нет, на самом деле, это были... именно грабли. Каждое утро кто-нибудь заболевал и вскоре умирал. Мы даже не решаемся похоронить их как следует. Это ужасно. Мертвые восстают из могил и пожирают живых. Я заперлась в доме, и я не знаю, где мой любимый. Хотела бы я учащиться рядом с ним. Надеюсь, мы встретимся в следующей жизни. У меня закончилась еда, а мертвецы поджидают прямо у порога. Мне так его не хватает. Охренеть. Вот и история этой деревни. после этого самого события охоты на ведьм, которая была перед этим, да, где погибло много-много людей. Все они были, девушки, повешены, темноволосые. Мы же видели, да, эту аллею. И вот последствия, какие пришли в эту деревню. Офигеть, история. Так, надо сюда выбираться. Выбрались. Беги, беги, беги. Отлично. Жесть какая-то, нахрен. Сейчас ориентировался. Эта бабка на меня смотрит теперь, сто процентов. Посмотрите, как я выгляж. Офигеть, бабка меня это увидит, точно помрет от сердечного приступа. Смотрите, как я классно выгляжу. Чем я отличаюсь от зомби? Да ничем. О, дверь какая-то. Куда эта дверь? Это стол. А он мертвец и дальше. Ну толкай, что ты. Конюшня. Давайте я хоть посмотрю, что нас там ждет дальше. А дальше целый двор мертвецов. Причем, они все в этих... То ли в колючей проволоке какой-то. Точно Сайленд Хилл, это деревня такая туманная. Еще вот эти вот мертвяки. Да, конюшня, по-моему, тоже... Все. Всех лошадей съели. А это куда? Да, жутчайшее место. Для Хэллоуина самое оно. Он нос... Яму упал, яму упал, яму упал. Он сейчас его залезет по лестнице. У нас сейчас на носу Хэллоуин, поэтому... Как кто-то сейчас залез. Ой, классно упал. Слышите? Я почти перепрыгнул. Я почти перепрыгнул, но они меня видели. Я так маневрировал классно, я офигеть. Короче, без света. А, я прошел. Куда ты прошел? Размечтался, прошел. Ты запомнил, где мертвецы были? Неа. Один просто в яму упал. Это нам повезло. Вот он. Да, он рухнул в яму. Остальных можно так же, кстати. Не свети только. Тут яма. А, так не в яму в любом случае падает. Не наткнись только на мертвеца. Свет не включай. Свет только не включай. А как я отсюда выберусь без света? Я ж ни хрена не вижу. Вот это упали в яму. Это дверь вот этого. Что это такое? Да, заткнитесь вы, уроды. Я не знаю, где тут выход. Мы за этим мужиком. Да, за этим мужиком. Это и есть мужик. Хоть бы если включил фонарик, хоть посмотрели. Все равно нам в эту яму падать. Блин, ну жуть просто кошмарная. Опять, включи-то этот свет. Ни хрена не вижу. Не пойму, где я нахожусь. Я вообще не туда пошел. Не, туда пошел. Так, смотри. Как нам прыгнуть? Мне в окно нужно. А с другой стороны в окно это слишком просто бы было. Иди сюда, урод. Можно, в принципе, их всех сюда выманить. Только мне надо... ...правильно сманеврировать. Иди сюда, урод. Урод, идите сюда. Алло, я тут. А че он на меня не реагирует? А я там не пройду, смотри. Мне все равно вниз надо падать. Там бочки висят. Ну вот он, я. Че ты? Ну, уродином, давай же. Да, он не может на сено запрыгнуть. Ну вот я его выманил. Ну все. Не, ни хрена, народ. Я прямо на зомби упал. Тут, короче, через вот этот вот надо сарай выходить. Через нижнюю дыру. Ну как отсюда выходить? Там же ни хрена не видно. Надо свет, короче, включать. Или сюда падать, куда она сейчас упала. Или оно что-то упало. Да нет, допрыгнул, оказывается. Принять. Ручки все равно нет. Ручка, наверное, внизу. Дальше не пройду. Тут тоже он зомби стоит, по-моему. Ну, включи чуть-чуть свет. Я не знаю. Там яма может быть. Что? Что это? Ручка. Охренеть. Она вообще вношу. Взял. Взял? Взял. А как мне теперь обратно выбраться? Так хорошо туда попал. А, тут все можно светить. Ё-моё, я боюсь включать свет. Фу, я не хочу в ту яму. И не буду я туда идти. Все, давай выбираться с этого сарая. Адище просто. А я там стены все общупал. Думаю, сейчас выберусь. Выбрался, блин. Все, давай нахрен. Давай другой сарай. Нам этот не нравится. Здесь тоже кто-то рыть. Да, здесь тоже нельзя свет включать. И куда ж тут не идти, блин. Вот как мне сориентироваться, где даричит, в каком углу. Короче, включай. А, назад нельзя. Нельзя, красавцы просто. Ну как назад нельзя? Я хотел сейчас свет включить. Свет включить и убежать. Ну вот, подсветил чуть-чуть. Там дядя стоит в углу. Его надо, короче, выманить, пока я на ящиках стою. Вот здесь вот. Ешь, не видно. Я бы назад залез. А что назад нельзя? Значит, надо держаться этой стены. Хрен его знает, какой тут стены держаться. Но он в углу стоит самым. А тут, наверное, дверь. Пипец, прилез в сарай. А что нельзя залезть обратно? Он вот тут стоит, вот я обхожу сейчас. Вот он прямо здесь. Я его отвел. Его можно отвезти. А дальше что с ним делать? В шоке просто. Может, тут пролезть куда-то надо вниз? У него что-то подсвечено. Я не пойму, что это. Это ящик просто. А нахер он мне нужен, этот ящик. Понятно, там лестница внизу. Вот рассмотри эту лестницу без света. Пока ты не отведешь его отсюда, ты не увидишь в жизни, что там происходит. Что это за глаза? Это крысы. Как я вас люблю, крыски. О, кто-то здесь дышит аккуратно. Если крысы не сожрут. Что это такое? Один килограмм. Мдюль? Это на датском? Фух, дверь открыли. Дайте я выйду отсюда. До свидания. Лучше уж пусть меня съедят. Вот прям здесь. На свежем воздухе, чем там в темноте. Опять глаза появилась. Значит, замок близко где-то. Сейчас будет бежать, наверное, придется. Да? Нет? О, лавка классная. Можно отдохнуть, прилечь. Не понял. А зачем нам это показывают? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать зомби. И гора вон за этим вот двором находится уже. Двенадцать зомби! И мне выйти надо через этот дом как раз там, где двенадцать зомби. А вон церквуха. Не, ну мне, наверное, туда нужно сначала. Жесть, опять темнота. Вроде бы никто не рычит. Особо. Да? Да, вон кто-то стоит в углу. Кто это? О, это повешенное! Со стула упало, слышите? Не надо меня пугать. Хо-хо-хо-хо. Так, тут, наверное, присядь, потому что сейчас будет погоня. А, я не могу присесть, все. А зачем мне этот двор показывали? Просто мне туда нужно попасть будет. Да, в церквуху надо зайти. И тут все валяются мертвы. Я думал, здесь хоть кто-то выжил. Подожди, сзади. Одна свеча горит. Значит, кто-то здесь был. Передо мной. И кто-то ее зажег. Значит, не все погибли. Книга. А, это не книга. Это та же головоломка. Просто мне надо найти все книги и собрать, да? А вон зомби валяются, по-моему. Все зомби. О-хо-хо-хо. Страшное место, конечно, страшное. Одна вот на пьедестале прям лежит. Как на пьедестале. А, тут есть вход. Очень, очень мелкий, но есть вход. Смотрите. Попробуй найти. Плесенка есть. Давай, давай, клади. Вот еще одна. Гуд. Визия. Я не знаю, это... На скандинавском. Фреска. А внизу вон тоже что-то есть. Какое-то царство. Показан весь мир. Это деревня, наверное, да? Вверху святые. А внизу вон какое-то тоже есть царство. О, я наступил на мужика какого-то. Главное, чтобы он на меня не наступил. Тут последняя книга, но мне страшновато за ней идти. А, тут нет книг. А, мы обошли. Ё-моё. Все, понял. Тогда мне должно хватить этих книг. И мне хватило этих книг. Но опять же, там табурет валяется. Можно было поступить иначе. Никуда. А, выше. Хотел прыгать уже. Подожди, это лестница? Нет, это не лестница. Просто дыра в полу. Лестница вот. Смотри, не упади. Ну да. Это совсем другое. А тут что? Все, мы прошли. Мы уходим из деревни. Свобода. Смотри, как бежу. Бежу, блин. Смотри, как бегу, блин. Это не туда ты бежишь. Вот выход. То еле ходит, как этот, парализованное. То тут рванул, еле остановил. Чуть ворота лбом не выбил, понимаете? Это что, не все. Еще в кладбище пройти надо. Блин. Ну иди, сейчас начнется. Только не шуми. Беги. Беги, хреном, беги. Вот сейчас ты не можешь бежать уже. Что такое с тобой? Что-то, ну куда же. Все, 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 все. Все, 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 все. Их там сотня охренеть просто. Они ворота не сломают? Я правильно бегу, нет? А вот теперь можешь быстро бегать. Оле. Теперь тебя хрен разгонишь. То есть они сейчас забор хрустнят, смотрите. Навалились. Мне куда бежать. Чем знать, куда бежать. Сломали забор. Они сломали забор. Сюда. Оле. 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 Есть. Беги дальше. Дальше, дальше, дальше. Сейчас свету сломают. Беги, беги, беги. Охренеть, они стену сломали. По мостику. Давай, 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 давай. Мостик не выдержит их. Чертовы жители деревни. Как они прошли? Как они прошли? Никак не нашли. Фух. Добежали. Все, назад дороги нет. Пипец, местечко было. Чумная деревня, это ух. Это просто ух. А это башня. Одиноко стоящая. Не знаю, как она поможет нам на гору попасть. Я думал, нам через деревню прямо путь на гору обеспечен. А мы на башню зачем-то взбираемся. С парашюта, что ли, полетим? Парапланчик какой-то есть, да? Что это? А, это матреха какая-то. Ведьма с этими. Которую мы увидели, кстати. И мы, кстати, с ней еще не встретились. В поединке, между прочим. Мы только нашли ее образ. Ну, мы ее видели. Это пипец. Вид, конечно, был жуткий. Это... Я не скоро забуду, как она стоит в конце деревни, там, где зомби стояли. И на меня смотрит. И грабли в руках держит. Ну, все. День завершился. Мы все сутки лезли. Теперь вообще все будет мрачно. Что-то воспламенили с вами. А, это свеча. Это не башня. Это та самая свеча, которая была на домах нарисована. Свет надежды. Да, или как-то он называется. Может, свет прощения. Задеяние в этой деревне. Всякое может быть. И мы ее зажгли, люди. Калейдоскоп. Опа-на. Это ты? Да, это она. Или кто это? Тува, или как-то. Тува, или как-то. Свет в этой тьме. Правильно, должна быть она. Мне что-то нужно делать? Блин, вы видите еще один образ? Смотрите за ее лицом. А-а-а, и страшно. Какая-то ведьма была сзади. Проботившая, наверное, этот свет. Месяц. Да, нас все-таки куда-то телепортнули. Блин, зажигай, стрёмно. Где я? Не поводяете, что ли? Да? Нет? Да? Я там же, только теперь у подножия. Мы эту деревню обходим с другой стороны. Мост вверху. О, я теперь могу снова взрывы делать светом. Это чуть-чуть успокаивает. Все, вот так мы доберемся до горы. На лодке. Вот гора, вот совсем рядом, вот за деревней. Вот она. Мы до нее добираемся. А свет мы зажгли, ведь не на постоянной основе, а как... А, тут она постоянно сжимает. Как маяк. Ну, хоть так. Хоть и изредка здесь свет появляется. Это совсем мрачище-то. Настоящее. Вот она, я ее везу. Охренеть, просто. У нее в руках грабли. Более. Вот это жесть. Утопило лодку, наверное. Я так и знал, что мы ее посадили в лодку. Ну все, теперь задница. Что ты теперь со своим фонариком? Не мог бабку столкнуть, что ли? Я не знаю. Бей, 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 бей. Смерть? Смерть. Вот вам и боссфайт. А как же мне выжить-то? Ничего не делает. Я не знаю. Я не знаю. Хрень всякую. Добежать надо. Вот, что с граблями делать-то? А, просто попасть мимо. Иди сюда. На тебе в левый глаз, тварь. Беги, беги. Нам к выходу добежать нужно. Давай, 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 давай. О, оперный театр. Есть. Нашел правильную. Беги, беги, чуть-чуть осталось. Можно быстрее, чуть-чуть. Хотя, наверное, влядь, поможет. Не попади на крысу. На крысу не попади. Давай. На. Я уже здесь. Вот эта лодка. Я возвращаюсь просто. Я, по-моему, добежал. О, с пассажиркой своей. Ну, греби, она что делает. Только сейчас свет погаснет. И мы снова вернемся. Давай быстрее. Греби, короче. Слушай, ударю веслом нафиг. Ну, давай, давай, давай. Тут осталось-то чуть-чуть-то на самом деле. Давай, давай. Я не знаю, сколько нам надо. Свет, не уходи. Да давай же. Еще штук 10 раз, и мы уже будем... Она на меня смотрит и смотрит. А, понятно. Продолжение. Короче, вы поняли, да? Чем быстрее я догребу, тем быстрее мои кошмары закончатся. О! Как она же меня съела. А что мне делать-то? Прыгать, да? Все, с нуля, что ли? А нет, ни хрена не с нами. Не сюда. Принессия. Беги, 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 беги. А как? Что здесь делать-то? Ну, наш морда-то у меня прям-прямо здесь. Я уже грабли перевернула. Это фаза номер 2, блин. Жесть просто. На лице мне прыгать, наверное, нужно, да? Так я аж упаду опять в рот. А, нос надо перепрыгнуть. Мне нос не давал пройти, понятно? Ожахнуть ее. Грабли. Отлично. Иди нахрен. Все, открывается проход. Грести, короче, надо быстрее. Бежать бесполезно. Бежать бесполезно. Все, меня убили. Нужную голову надо найти очень быстро. Я в шоке, народ. Мы что-то не выберемся с вами. Но крысы, ладно, крысы не изменились особо сильно. Просто жесть. Грабли. Твою мать. Попади вот между этими зубьями. Только тут еще надо... Правильно выбрать. Вот тут что делать? Попали. Беги. Сейчас на рту на лице, короче, окажемся, да? Прибегай, беги, 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 беги. Может, его ударить, конечно, надо было в этот момент. Не знаю. Мы же не приближаемся с вами дальше. Давай. Есть, нашел. В этот раз не последнюю. Вот тут надо попасть. Отлично, красавчик. Где ее морда? На. Все, беги, беги. Мы уже дошли почти. Что, еще раз? Крыса. Твою дивизию. Пробежали. Глаз. Все, все, все. Давай, давай. Вперед, вперед. Мы уже вышли почти. Ну, давай, уже дошли же. Ну, давай. Фух. Еще третья, наверное, фаза будет. Гриби, Олли. Гриби, твою мать. Гриби быстрее. Давай. Раз, два взяли. Раз, два взяли. Три, два раза взяли. Четыре раза. Вперед. Давай. Нажимай быстрее. Давай, синхронненько. Мы уже на свету почти. Ну, давай же. Сколько раз надо тут грибануть-то? Сейчас опять рука потянется. Мы третий раз не переживем. Ну, давай, Олли. Ну, давай же, слабак ты, чертов. Давай. Ну, все. Она проснулась. Олли, она может уже возле берега. Все, лапа пошла. Ну, все. Третий раз. Я не знаю, что тут делать. Третий раз. Ай. Не представляете, сколько тут надо пережить сейчас будет? Крысы. Крыс стало плохо видно. Крыс стало плохо видно. Мутненький экранчик. Теперь крысы... Во-первых, они ближе. Во-вторых, их плохо видно. Грабли теперь у нас в обратном. Ну, это мы как-то переживем уж как-то. Проверьте мне. Такое мы переживем. Главное, чтобы грабли не обратно летели и прыгать не пришли. Прыгай. Давай, давай, давай. Тут рот теперь быстрее открывается. Ёперный театр. Прыщи, шутите? Как его найти из 20 лиц? Слышите, там, наверное, какие-то есть опознавательные знаки лица. Вот честно, есть, наверное, опознавательные знаки. Вот по ним надо ориентироваться. Держи, тварь. Вот по этим знакам надо как-то ориентироваться. Все головы просто не успею перебить. Это самое легкое. Это, по-моему, легче, чем предыдущее даже. Давай мордой. Это легко было, да. Прыгай. Беги, беги, беги. Я не знаю, может, тут ударить надо куда-то, но я побегу просто. Может, надо было зажечь. Просто я не приближаюсь после вот этого испытания. Да похрен. Это легко. Где морда? Не. Вот когда много морд, я не знаю, что делать. Еще одно испытание надо пройти сейчас. Мыши, 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 мыши. Пошли. Морду. Морду. Не попал. Твою мать, она быстро исчезла. Значит, еще раз нужно. Шел, 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 шел. И это не считается, получается, потому что я ее не бью практически. Ну, бегу со всех ног, да. Грабли. Отлично. А вот тут должен попасть. Давай. Ну, быстрей. Есть. Вот это нас приближает, да. Вот это приближает, да. Мы дошли, народ. Даже не было морд у нас на пути. Греби. Или мы доплыли уже. Все равно три испытания. Короче, там, наверное, как не греби. Да, все равно тебе три раза надо будет с ней подраться. Хотя, может быть, если быстрее нажимать. Но и быстрее, смотрите, все равно я как-то замедлен. Он преодолел тьму. Ой. Да неужели? Он добрался до горы. Ой, как приятно. Он смог наконец найти свою сестру. Да еще не нашел. Как ты смог найти? Греби давай. Че ты булки расслабил-то? За тебя никто это делать не будет. Победили чуму, народ. Ой, как тут прекрасно. Да я тебе хоть переведу дух. А вот тут уже не очень. Значит, там оставаться на берегу. Все, мрачище пошел. Значит, сестра здесь, да? О, вот сейчас начнется. Прыгай, наверное. Кровище. Ты же не умеешь плавать. Мы же до этого тонули всегда. Ну, это не вершина горы, но... Ой, блин. Ну, почти возле нее. Это не снег, это, скорее всего, пепел. Кто-то заботливо оставил лесенку. А это что такое? Достигнув вершину, Оля почувствовал сожаление. Раступись, тварь. Он сожалел о том, что позволил украсть сестру. Что-то правильно подойти надо. С нужной стороны. Что-то я пролезу, нет? Вроде бы да. О том, что не помешал женщине утопить свое дитя. Пипец. Что еще мы натворили? Я пытался помешать, но она все равно утопила его. О том, что убил оборотня в лесу. А как можно было не убивать оборотня в лесу? Или что? Или это не... А, это, наверное, неминуемые вещи. Ну, как можно было оборотня не убивать? Там же единственный способ победить, зарезать ее было. А как можно было подружиться с ней? Да я не думаю. Мочи. Теперь перед ним стояла гора. Ему хотелось попросить у них прощения. А, понятно, это все... Это все должно было произойти. Потому что, что бы я сейчас говорил, да? Ну что, гора меня впустила. Сестру похитили без моего ведома, это раз. Дитя... У меня было ощущение, что, возможно, если бы я бежал быстрее, я бы его спас. Ну, а... Убить мечом тут самую рогатую... Вообще не было никакого варианта. Ну, та, которая мужиков развешивала по деревьям. Там же только единственный вариант был ей в спину, в сердце ударить. У меня спина была вскрыта. Нам сюда? Нет. Он достиг цели, на которую указала ему Тува. Улья вошел в горные чертоги, полной решимостью отыскать сестру. Улья была готова, чтобы найти его сестру. О, это тот самый их бок, который висел на фреске. Че мне тут надо сделать? Меч забрать? Нет. Ну, просто посмотреть, наверное, да? Точно просто посмотреть. О, нет. А, так бы я по-другому не открыл эту дверь. Это же не я хожу. Мы опять все в крови. Пока ведьму убивали. Смотрите. Снова библиотека. Это опять же, да? Этот чувак, который... Да нет, это библиотека уже в горе. Это другое место. Нет, это же. Этот же чувак тут. Прикольно. Измученный, окровавленный и полный отчаяния, король Нильс пришел в дом ведьмы на окраине королевства. Это продолжение истории про короля и его семью. Он упал на колени, умоляя ведьму вылечить его сына, и та согласилась. Ведьма объяснила, что цветок обладает огромной силой, которую проще обратить во зло, чем во благо. Ведьма наказала королю использовать лишь один лепесток. Если съесть весь цветок, это приведет только к смерти. Ульрик начал поправляться, но кровавый поход короля вызвал недовольство подданных. На следующий день король Нильс нашел своего сына мертвым, и последний свет, сдерживший тьму в его сердце, погас. Убили принца за его... ну, за деяние отца. Горе овладело королем. Он обратился к цветку, который обещал жизнь, и вместо этого увидел в нем спасение от страданий. Ведьма, приехавшая навестить короля и принца, в отчаянии наблюдала за жуткой сценой. Она возвела над королем гору, и сковала его тем же терновником, которым он опутал все королевство. Понятно, что это за гора? Вот теперь мы в этом королевстве находимся, и по сей день тролли кормят его в наказание за его злодеяние. Значит, за вторая книга. Я недавно в одном мирном королевстве жили король с королевой, которая не была... так мы это видели, да? Она родила на светлого жена сына, который назвали Орнен. Да, это начало, оказывается. А что он в двух книгах? Принц Баладимс выдержал тьму в сердце короля Нильса. Принц заболел... ну да, это мы видели. Это первая часть. Вот на этом закончилась, а это вторая часть. А вот еще что-то есть. О! Еще справа есть какой-то проход. Мы тогда вперед ходили, да? Сейчас. Или мы сюда пришли? Нет, мы пришли слева. А это что за... А это что за книга? Это не книга, это проход. А здесь что? Блин. Мы тогда вперед пошли, правильно? Он нам дверь открывал. А, тут уже закрыто. Все, тогда вопросов нет. Тогда только через вот этот проход. Тут центр сказок у нас. Библиотека. Сказочный. Это мы домой вернулись, что ли? Нет, это королевская усыпальница. Здесь, наверное, был сын его. Вот. Да, они с сыном. Ну, с принцем. Король. Это то, что мы в сказке видели. Меч. Может, с собой возьмем? Игрульки. У нас такая была в начале игры в нашей комнате. Помните? Шишки. А, вон еще фигурка короля. А, это была фигурка библиотекаря, наверное. Ну, это просто собирательная, наверное, да? Хрень. Ну, просто для статистики. Фигурки, я имею ввиду, собирать. Так, это куда-то... Подожди, а это что тут висит? А, это не висит. Это присесть нужно. Оля, ты хоть бы умылся-то, божечки. Дверь не отпирается. Исчезает, когда я нажимаю. А это что? Не знаю. Ну, подсвети. Вот тут убили сына. Короля. Прямо в этом месте. А, тут цифры везде есть. Шесть. Это в часах надо вводить, да? Шесть. Шесть на кубке. На мече тоже должно было что-то быть, наверное. Да, десять на мече. Вот, крестик. Шесть, десять. А на лошади ничего не было. Лошадь повернулась к нам задом. Шесть, десять. Ну, стрелки-то две. Шесть и десять. Что-то еще вводить собрался. А что это за проход? Нормально приоделись. В одежду принца нормально вообще? Что ты делаешь-то? Ты отсюда выберешься потом. Стрелка как раз. А, там стрелки еще в часах, оказывается, не было. Зачем тебе это? Шесть и десять, в общем. Ты стрелки, стрелка мы нашли. А, только одну мы нашли. Твою заново. А где же вторая-то? Шесть. Ну, тут две цифры. Ну, давай десять. Ну, а где еще одно идти? Дверь не отпирается. Сюда меня не пускают уже. А к чему вот это? Где же вторая стрелка? Чего-то эта дверь не открывается. Или она после часов откроется? Вот эта. А, вот стрелка лежит, да? Нет. Туда я не могу дойти. А, вот здесь. Два. Еще одна стрелка будет? Цифра два. Шесть, два, десять. Это секундная, что ли, еще будет? Три стрелки найти нужно? Шесть, два, десять. А тут не было цифр. Или одной стрелки достаточно, чтобы ввести код какой-то, наверное, да? Раз нажал. Два нажал. И шесть. Да хрень. Тут три стрелки надо где-то найти. А где их найти-то? Чего и нож нашел его? А нож к чему? Ничего не понял, а это что? Кораблик. Это то, что он делал, да? Изготавливал. Так, а зачем это нам? Не, ну мелочи я посмотрел. Тут еще может быть между книгами что-то быть. Шесть, два, десять. Где-то вообще не реагирует. Дверь на открывание. Или я не дожимаю, может. А ну подожди. Шесть, два, десять. Может она откроется, когда я правильные часы поставлю? Правильное время поставлю? Ничего я не понял, что надо делать. Шесть, два, десять. Шесть, два, десять. Это два, допустим, да? А, вот еще на картинах есть элементы. Чаша, кот, вот правильный кот. Чаша, чаша, сахарница, или что это такое? И меч. Все, разобрался. По этим надо ориентироваться. По картинам, какой порядок. Десятка, последняя. Десятка, последняя. Кубок шесть. Шесть, десять, два. Короче, два. Проверюще на всякий пожарный. Все, мы разгадали. Два, да. Первое шесть. Шесть, два, десять. Вот, правильно. Правильный порядок. Теперь надо с помощью вот этого ввести. Шесть, два, десять, да? Стрелка плохо вниз идет. Шесть. Два. И десять. Да. Дверь открылась. Ю-ху, мы разгадали. Это не дверь открылась. А что, блин, открылась? Не открывается дверь. А, вот открылась. Ключ появился. Вот эта хрень открылась. Понял. Бог, теперь мы можем войти. Поднаряжаться не нужно было в принца, вот честно. Какие будут последствия, даже не представляю. Оставляю. А с другой стороны, может быть, на нас не сильно будет нападать. Потому что король-то здесь, да? Правильно. Все еще правит. Несмотря на обстановку. Может быть, не сразу нас убьет, а помучает. Ой! Мы убили какого-то тролля. Хотя нет, он просто спит. Фигеть, что там происходит? Что там происходит? Кузница какая-то. А, опять надо прятаться за укрытиями, да? Ну, наверное, да. Да, иначе снесет. А как они выживают-то в этом аду? Прыгать не нужно. Прячься! Тут можно свободно. Нет, только на подъеме. Если опускается, то нельзя. Ну, ладно. Тут не спеши, потому что тебе еще надо переползти будет. А здесь только на подъеме. Когда опускается, не попадем. Не спеши только. Все, стой тут. А здесь мне надо... Сюда. Быстрей! Охренеть! Вот это да! Это системка. Нормально. Все, стой здесь, стой здесь, стой здесь. Удивительно, мы не сдохли почему-то. По идее, должны были. Лезь, 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 лезь. На подъеме. Не забываем, что на подъеме все делаем. На подъемчике. Вот так вот. После удара, да? О, теперь можно. Есть. А тут не спеши. Тут успеем. Тоже на подъеме, значит, не успеем. Только не на этом подъеме-то спуск. Залезай на самый верх. Сейчас будет взрыв. Прыгай. Так, стой тут, пока не знаю, что это такое. Тут тебя просто собьют. Быстрее, 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 быстрее. Вот здесь можно спрятаться, наверное. Стой здесь. Стой, не двигайся. Давай, давай, давай. Тут стой, не прыгай. Ловушка. Отлично. Так, большие двери какие-то. Если мне сюда. Что-то подсказывает мне, что надо было в другую сторону идти. Я тут цветы есть. Надо выжахнем по цветам. Да, по цветам можно. Тут, опять же, надо отойти на нужное расстояние, чтобы правильно жахнуть. Давай, верхнюю. Тут не всякий цветок можно захватить. Та же проблема, что и с повешенными на деревьях были. Когда мы не могли достать. Правильный ракурс. Вот, взять надо. Ворота, которые должны были оставаться закрытыми, отворились. Там принц, наверное, лежит, да, вверху? Та усыпальница. И голова чья-то большая. Смотрите, над ним. Горный король, который должен был быть заключен на веки, явился миру. Ему нужно было добраться до мешка, прежде чем Лили Мор станет обедом великана. Там сестра наша. Обходи, наверное, сюда. Я хотел на гору уже лезть. Че-то валяется. Че-то валяется. Че-то валяется. Не знаю, куча песка какая-то. Куда мы идем сейчас? Я вообще без понятия. А, сюда лезть можно. Нифига себе залезли. Я бы по другой, конечно, тропе пошел бы, если бы сейчас не схватился. Смотри, колючки. Пятник добру. Добру. Макарона. Так, цветок надо жахнуть, мне кажется. Во, доставка. Доставка Оли. Слушай, пицца и Оли. Здесь наша сестра. Наверное. Еще кто-то? Опа-на. Это-то мы встречались уже. Это ж она в мешок поймала сестру. Так, вскрой мешок. Выпусти ее. Сейчас же съедят. Засунь туда камень. Камень. Мешок ушел. Все. Унесли мешок. Прохлопал ты Оли мешок. Сейчас кормить его будут, этого короля чертова. И что, мы будем смотреть просто так? Ну, крикни что-нибудь. Ну. Я не могу. А-а-а. Вот это жесть. Вот это жесть. А ну, сплюнь сестру обратно. Зарезал своего кормителя. Не наелся, наверное. Да, его съешь. Вот это же, да? Сестру теперь не скучно там будет. Там теперь их вдвое. Позавтракал король. А это что, камень? А вот и я. Цветы появились. Понятно. Весело здесь будет у нас. Бьет куда хочет. Блин, еще и цветы. Еще и цветы исчезают. Ага. Он стал хитрить. Оно стало хитрить. Ммм. Тоже буду хитрить. Бей. Вот тогда вперед-назад. Иначе. Иначе зарежет. Охренеть. Он быстрее начал работать. Давай вилку свою. Два осталось. Последний взахнул. Все, справа нету. Слева, вернее, нету. Права еще есть от меня. Ну, и что делать? Давай, мочи. Треться. Треться. Отлично. Вот гнида, медленно тебе работает. Нормально, нормально. Руку убери. Руку убери. На. Так, цветы убрали. Ну, это в первой фазе только. Цветочки пока, да? А теперь, хрен, меч достает свой огромный. Куда нам стрелять дальше? И булаву. Сестру, выплюнь, а? Опять цветы. Понятно. Только их в два раза больше теперь. Ой, класс, пошли. Что делать? Прыгать надо, да? Что это было? Прыгать надо было? Не знаю. Ой, ой. Да, прыгать надо. Я надеюсь, нас со второй фазы заставят. Да, спасибо большое. Просто привыкнуть надо, когда прыгать. Тут пипец просто. Он как-то замедленно идет. То ли не замедленно, я не знаю. Хороший. Сейчас я правую руку ему отшибу. Левую. Так, это что? Дальше меня убило камнем сверху. Ладно, держись. Мочи, раз. Внимание. Не попал. Два. Нельзя заигрываться, короче. Начнем заигрываться и все, конец. Нельзя заигрываться, надо сразу мочить. И бежать. Стрельнул, ушел. Стрельнул, ушел. Прыгнул. Он хоть бы кричал, что я вот цветочки убиваю. Как-то когда он не кричит, как-то странно все это происходит. Бей. Беги. А быстро прилетает же. Пипец просто. Че дальше? Это мусор еще мешает. Не, сейчас не стреляй. Ну, вы нахер. Что это, бляхому? Ускоряемся, твою мать. Бах. Бах, бах, бах. Еще раз. Бах. Короче, тут прыгать надо, наверное. Третья фаза или вторая? Хрен поймешь, что... А, так мы сохранились. Ну, ребята, ну, конец. Ох, мусор, какой рубит-то. Так бы и плясал, если бы мог. Слушайте, а что мне тут делать надо? В момент взрывания. Что мне надо делать? Тут два прыжка. Тут тебе два прыжка. В момент, когда два оружия вместе встречаются. Что мне делать? А, просто не находиться на том месте. Понял. На, мне да. Просто не находиться на месте взрыва. Увлекся, люди. Увлекся, начал стрелять в него. Надо не стрелять, короче. Убирай крайний, наверное, цветок. Он самый долбаный. Бей. Короче, когда падают эти штуки, крайне умирай. Служнее всего попасть. Второй раз. Сейчас. Ни в коем случае... После булавы, наверное, не стоит это делать. А вот сейчас надо готовиться к следующему удару, да. Отлично. Отлично. Здесь еще можно выпасть, оказывается. Мне это не знал. Край не убирай. Прыгай. Второй раз прыгай. На. Улава. Беги, беги, беги. Прыгай. Нахиня. Две осталось. Не дай себя взорвать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Беги. А что я слетел? Что я делаю не так? Вот в момент взрыва. Мне надо прыгать или что? Мы же почти победили, блин. Я живой, нет? Бряд ли. Я решил к нему поближе просто. Крайнюю. Есть. Ближнюю. Есть. Да хрен тебе. Назад. Я ничего еще не вижу. Пипец. Тут что-то понимает, что происходит во время взрыва. Я не пойму, в какой плоскости вообще нахожусь. Я, походу, просто вылетаю. Я в плоскости не могу понять, по какой я нахожусь, когда взрывается. И что происходит со мной. Надо ближе, что ли, стоять. Я не пойму с этим ударом. Он то ли выше бьет, то ли бьет по нижней части. То хотя бы видно, что он делает. Все, можно увернуться от всего. Но во время взрыва, вот это непонятный момент. Тут я уже его раз, два, три разгадал. Не надо рассказывать. Бля, хомуха так хорошо убрал. Вот именно в этот момент тебе прилетает в голову этот кусок камня. Вот как такое возможно? Жесть. Вроде бы ты находишься там, где нужно. Нет. Нет. Аааа. Че, прыгок у нас замедленный. Не, я не буду сейчас включать. Он быстрее стал работать. Все, огнида. Фу, хорошо, что не было суперудара. Когда путы Терновника ослабли, горный король впервые за столетия раскрыл глаза. Сестру, выплюнь, а? Не то, что он увидел, напомнило ему о любимом сыне. Одежда сыграла роль. Что ж ты творишь, гад? Он не мог снова его потерять. Сестру, выплюнь. Пока не переварил. На этот раз король Нильс победит тьму. Это его тьма, да? Че делать? Я бегу. Мне ж к нему надо бежать. Не от него, я надеюсь. Источник проклятия расцвел. Да. Король Нильс вырвал Терновник, растущий из его спины, и покончил с проклятием. А вот и я. Лили Мор ждала наверху, внутри горы. И вверх. Лили Мор, держись. Мы идем. Лили Морище. Он тебя еще не согнул? Есть борода, давай. Давай ему в рот. Лили Морище. Корона. Я улетел. Бросай. Четко. Так жалко, мне не дали это сделать. Было прикольно. Лили Мор поймала? Это ж тебе была передачка. Король и принц рядом. Во! Лили Мор поймала. Превратила шарик в меч. Хоть кто-то выжил в этой сказке. Только за нас я теперь волнуюсь, Малеха. Разбился, представляете? Лили Морище. Оля, Оля. Всю игру переживал за Лили Мор. В итоге Оля помер. Да что б вас с вашими сказками грустными-то? Не один, так другой. Может, Свет сделает свое дело, а? Лили Морище, засунь куда-нибудь камень. У Тувы остался последний подарок для Олли. Ну. Да! Ну, вот это уже я понимаю по-нашему. Спасибо, Тувы. Бегите с этой горы чертовой. Бегите, пока есть возможно... Опа, я уже наездник. Да беги. И со смертью Горного Короля его тюрьма начала рушиться. Да бегите. Я жму как могу, реально, в кнопке. А, это наш друг. Спокойно. Лемус никогда бы не оставил своего единственного друга в беде. Лемус. Два щечка. Поехали только быстрее. Лемус, спасай! Давай, 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 давай. Я сейчас кнопки сломаю. А то от меня ничего не зависит от заставок. Мы дома, я надеюсь, да? Она проснулась от кошмара. Напуганная своими воспоминаниями. Мне захотелось обнять брата. Но он исчез. Та же история, только с другой стороны, да? Но его нигде не было. Теперь брата будем искать? Да? Тут что-то по-другому все стало, да? Тут были какие-то морды, мне кажется, страшные. Это то, что мы смогли собрать. Не собрали, смотри, сколько фигурок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть фигурок не собрали в коллекцию. Если большое пятно, это фигурка. Это рост. О, Лили Лимор. Да нет его тут. Только в окно теперь. Однако темнота снаружи не пугала ее. Потому что она знала, что у нее есть брат. Блин, наконец-то мрачнейшая сказка закончилась как следует. В нужном ключе никто, ну, кроме, конечно, побочных персонажей, не погиб до этого момента. Обалдеть, конечно. Я-то, конечно, думал, что мы сестру не спасем. Потом начали думать, что брат в конец. Но в итоге все закончилось. На удивление очень и очень даже здорово. Давайте посмотрим название глав в мирах, в которых мы блуждали. Вот так главы разбиты, видите. И, наверное, и к лучшему, что не было вот этих вот названий на экране. Мы с вами просто получили одну большую историю. Небольшую историю, на самом деле, не очень-то и длинная. Но достаточно для того, чтобы проникнуться в нее и чтобы она успела понравиться. Никаких глава 1, глава 2, глава 3. Вот все разделы. Детская, лесу дома, лес гномов, вершина, часть 1, лес троллей, прутнека, тува, часть 1, вершина, часть 2, тува, часть 2, болото, библиотека, роща скога, сыры, чумная деревня. Вот отсюда мы начали сегодня. Кошмар, песты, вершина, часть 3, чертоги горного короля. Вот и вся история. Еще и пилок даже был в конце про то, как теперь сестра уже проснулась в спальне и начала искать своего брата. Вот и все, друзья. Вот ваш выбор. Благодаря вашему выбору мы посмотрели в канун Хэллоуина. Ну или во время него, или после него. Не знаю, когда выйдет видео. Вот эту вот замечательную сказку. Благодаря вот голосованиям в нашей группе Телеграм, там шанс появления вот таких игр увеличился как бы в несколько раз. Потому что эти игры у меня просто лежат на полочке. Когда к ним дойдет время, вот просто вот не знаю. Вот есть одна игра и вторая игра. Какую из них сыграть, я думаю, ну, приму решение чуть позже. И так они и стоят месяц, два, три, а потом уже она становится неактуальной. Уходит другой список, который я еще реже заглядываю. Вот благодаря этому мы с вами сыграли в Bramble. Вторая игра, к сожалению, не прошла. Она тоже, я думаю, была стоящей. Потому что я выбираю игры, которые, ну, качественные. Я не выбираю просто так вот, знаете, ткнул пальцем, потому что название понравилось. Игра должна быть, во-первых, с максимально высоким рейтингом. И максимально, ну, не знаю, свежая. Ну, двадцать третий, двадцать второй год обычно я рассматриваю. Ну, может, двадцать первый. Года три. Потому что, да, ранние игры уже просто могут быть неактуальны. Их я могу проходить в качестве как ретро-взгляда, да, на них там, игры прошлых годов. А здесь на голосование я выставляю те, которые были на слуху вот совсем недавно. И которые понравились большинству игроков, которые в нее играли. Я смотрю только на рейтинг и на краткое описание. А дальше уже, не знаю, я делаю вывод по краткому описанию. Я назвал эту игру как мрачная скандинавская сказка. Так, по крайней мере, о ней отзывались авторы игры. Даже трейлер не смотрел. Я думал, может, это квест реально. Думал вообще, что это будет квест. Но на самом деле это казался не квест, а что-то наподобие маленьких кошмаров. И благодаря скандинавской вот этой вот атмосфере, мифологии, сказкам, которые мы с вами повидали. Она превзошла маленькие кошмары в плане того, что ты увлекся этой сказкой, словно как читал дальше книгу. То есть, те ужасы, которые мы видели, это все теперь уже как выглядела сказка. И сказке сказку переходя, мы с вами двигались к нашей цели, к спасению сестры, которая давно ждала своего часа в том самом мешке. Не знаю, как она не задохнулась, но в любом случае мы ее спасли, друзья. Ну что, всем спасибо за выбор. Всем спасибо за то, что смотрели эту игру, за лайк, комментарии. И дальше двигаемся по интересным мирам, которые возникают у нас на пути и в которые мы будем с вами погружаться. С вами был Дмитрий, канал Шедвель Игровые Миры. И до встречи в новых интересных играх. Пока. Субтитры подогнал «Симон»